В зале городской администрации состоялось очередное заседание общественного совета при главе города. Перед началом работы к присутствующим обратился глава Лобинского городского поселения Сергей Шеремет. Он поблагодарил всех за активное участие в рейтинговом голосовании, а также поделился новостью. К 1 июля, это день ветеранов боевых действий, на площади Победы появится еще один памятник. Боевое братство подготовили БМП, уже оно готово, покрашено и галбица у них готова. Мы с лавой выезжали на площадь Победы и с ребятами там встречались, согласовали. Поставим ее также параллельно справа от вертолета. БТР слева, допустим, это справа, под таким же углом. Ну и галбицу как бы просматривали, может тоже прям сразу здесь вот на уходе. В повестке заседания несколько вопросов. Первый – итоги рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства по программе «Комфортная городская среда». Победителем с большим отрывом стал городской парк. Он набрал более 8 тысяч голосов. Второе и третье место примерно равно разделило по 1200 голосов набрал Афганский сквер и парк по улице Азовская. В настоящий момент администрации уже начаты работы совместно с проектной организацией по проектированию благоустройства парка. Работаем, в следующем году начнём благоустроить. По дизайн-проекту благоустройства парка до конца года принимаются пожелания жителей. Одно из них – оставить как можно больше деревьев – уже учтено. На заседании также обсудили вопрос возобновления работы общественной комиссии по обследованию мест захоронений на старом кладбище. «Комиссия проработала с августа 2020 года по декабрь 2020 года. Работала комиссия активно. В то время территориально была обследована одна третья часть старого кладбища. Было за этот период обследовано 2602 могилы с составлением реестра и фотографий участка захоронения. Считаю необходимым в ближайшее время возобновить работу комиссии по обследованию мест захоронений на старом кладбище». Общественный совет завершил работу. Далее – осмотр сквера, где проходит второй этап благоустройства. Заместитель начальника управления муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений Виктор Прокопенко рассказал, что завершается вертикальная планировка земельного участка, устройство стен и многоуровневых клумб и их обратная засыпка землей. В ближайшее время будут начаты работы по устройству основания детских площадок, монтажу детского игрового оборудования и укладке тротуарной плитки. После – установка малых архитектурных форм, лавочек, урн и опор освещения, декоративная отделка клумб и озеленение. Благоустройство сквера планируют завершить осенью этого года. Лилица Океан, Лап Медиа